Приветствую вас. Мне, честно говоря, показалось, что вы ребенка воспринимаете как некую такую, знаете, инвестицию, что ли, в которую вы вкладывали, складывали, складывались, а сейчас у вас кто-то пытает это забрать. Мне кажется, что в этом смысле вы сейчас переживаете некий откат от своей жертвенности для ребенка, потому что основной ваш мотив, по крайней мере, доля которой вы транслируете, это то, что отец ребенка не воспитывал. Я прошла самый критичный период, я там, из-за ребенка там, не знаю, не спала там и так далее, я носилась с ней и так далее, самый тяжелый период с ней была я, а теперь она неблагодарная, хочет уйти к папе и, типа, папа хочет ее к себе переманить. Мне кажется, что такая позиция, позиция, что вот я прошла самый тяжелый период и теперь, как бы, ну, ребенок не может выбирать отца, если хочет. Мне кажется, это позиция деструктивная, мне кажется, это позиция слияния с ребенком, вот, мне кажется, это позиция жертвенности и, мне кажется, это позиция отсутствия тотальной регрессности в вашей жизни, то есть отсутствия расслабления, отсутствия релаксации, отсутствия возможности опереться на кого-то, согреться об кого-то и это не ребенок, отсутствие возможности, вероятно, поплакать кому-то, отсутствия возможности поделиться с кем-то своими переживаниями. То есть, в принципе, то, что вы описываете, это следствие, как правило, контроля, это следствие определенной идеи силы, это следствие подавления эмоций и так далее. Мне кажется, что если вы, в том числе и с твоим ребенком, делились бы теми моментами, когда А. вам тяжело, Б. вам чего-то хочется, В. вы чего-то боитесь, ну, ребенок бы чувствовал с вами больше связи, и видел бы, что вы тоже человек, что вы можете бояться, что вам бывает плохо, и ребенок бы чувствовал себя с вами более искренне, более живо. А так получается, что балование ребенка, это, в общем и целом, дает ему то, чего ему не хватает, вот. И мне кажется, что изначально вы заходите немножечко не с той стороны, вы спрашиваете, как ребенку объяснить, что все не так. Ну, почему не так? Почему не так? Ну, не хочет, не хотел папа участвовать в воспитании ребенка, когда были пеленки. Ну, это его выбор. К этому можно по-разному относиться, к этому можно по-разному оценивать, но это его выбор, у человека такие ценности. А сейчас, когда этот период прошел, дресс к своей дочери, у отца появился, и это нормально. Нормально в том смысле, что это естественное желание. Вот до этого естественного желания не было, а теперь естественное желание появилось. И все. И если ребенок принимает, там, подарки и прочее, то дело не в этом. Дело в том, что вы чувствуете некоторую искусственность связи с ребенком. Вы, у вас есть что-то, что генерирует страх, что она захочет жить с отцом. Это может быть и неумение жить чисто для себя, а значит, вам с собой не очень комфортно, а значит, вы не любите себя, ну, не привыкли к себе, любите себя, о себе заботитесь и так далее, что ребенком чувствуется. Это может быть страх, быть плохой мамой, что как бы тоже вносит некоторую искусственность в процесс вашего воспитания, несмотря на то, что вы, там, с ребенком, как вы говорите, там, проводите время, отдыхаете, гуляете, всякое такое. Дело не в этом. Дело в том, насколько вы искренне с ней, насколько вы демонстрируете ей, как нужно заботиться о себе. А что вы пытаетесь сделать? Вы пытаетесь очернить в глазах ребенка, в данном случае отца, отца, изменить представление ее о нем. То есть действуйте тем же образом, что и отец. И у вас, так же, как и у отца, может получиться это сделать. Ну, у кого аргументы окажутся более весомые, более близкие, более понятные для ребенка. Только дело не в этом. Дело не в этом. Дело в том, что если ребенку интереснее и лучше с папой, то это не за счет подарков, а за счет эмоций, которые она получает. А вы, как эти эмоции вызвать у нее, не знаете. Папа знает, а вы не знаете. И та мысль, которая приходит в голову мне, это то, что в данном случае отец просто лучше слышит себя и, соответственно, лучше понимает, что нужно ребенку. Да, может быть, он ее не любит, может быть. Может быть, он ее не любит. Может быть, он просто, там, не знаю, использует ее, там, чтобы, там, не знаю, насолить вам, например. Может быть. Но момент в том, что отец, как человек, лучше чувствует себя и лучше чувствует бобребности ребенка, чем вы, вероятно. И в этом трудно, как бы, сложность. Поэтому вам не разговаривать нужно с ребенком, не уговаривать нужно отца и так далее. Чем больше вы что-то запрещаете ребенку, тем более привлекательно это будет для, образно говоря, нее. Ну вот. Вам нужно, как мне кажется, развивать внутреннее ощущение, внутреннее чувствование. И учиться быть искренней, учиться быть слабой, учиться быть чувствующей, переживающей, транслировать это ребенку. И чтобы у ребенка был выбор. Чтобы ребенок сделал выбор, кем он хочет быть. Вот. Понимаете? Да, вот так вот. Вот так. И страх отпустить ребенка. Вот вы говорите, что там, я боюсь, что она уйдет к нему здесь. А чем для вас это страшно? Если вы понимаете, вот если вы будете воспринимать ребенка как нечто, во что бы вложили свои силы, ну мне кажется, это путь немножко в никуда. В этом смысле вы воспринимаете ребенка так же, как отец. Только немножечко в другом контексте. Вы говорите, как сформировать ребенка, правильное восприятие ситуации. Да, правильное это какое? Какое? Правильное это какое? Это восприятие ситуации, как у вас, например. Ну, я могу сказать, что у ребенка может быть, может быть, и должно быть свое восприятие. Ситуация, оно может быть, и должно быть разным. Оно может быть, и должно быть у ребенка своим. И вам нужно принять восприятие ситуации, каким бы оно ни было. Если, только. Если, только. Если, только. Если, только. Если, только. Нет прямого вреда, ребенку. Ну, мне кажется, что прямого вреда там, на данный момент, как бы нет. Ну, мне так. Ну, мне так. Опять. У меня опять же так кажется. Ооо, вот. Такая вот история. То есть, вам нужно, как мне кажется, обратиться больше к себе в честь. Вот. Нежели чем. На ребенку, да. И, как-то, ну, смотреть в сторону того, чтобы внутреннюю гармонию стараться обретать, вне зависимости от того, с кем будет жить. Ребенок. Вот. Мне видится так, с точки зрения, вот, психологии, с точки зрения, с точки зрения того, что я знаю, и с точки зрения тех ценностей, и того подхода, который мне близко. Вот. Те, да, в принципе, в принципе, могу предположить, вот, что вы со мной не согласитесь, не согласитесь, вот. Особенно, если у вас другие ценности, другие ценности, от которых вы не готовы отказываться, или которые вы не готовы пересматриваться на свои ценности, если вы не готовы пересматривать их. Вот. У вас немножко другое, что я не просил вас отказываться от своих ценностей. Я говорю о том, что вам, ну, словно говоря, поможет навредить, что, нет, что может навредить ребенку, например. А что, нет. А что, нет. Понимаете? Вот. Поэтому это очень важные моменты, как мне кажется, на которые вам нужно обратить свое внимание. Вот. Вот. Такой ответ я могу вам дать с точки зрения психологии. Давайте сейчас я еще раз перечитаю ваш, значит, вопрос, да, вот, чтобы, может быть, вы немножко более, ну, более привязаны к месту. Понимали, что я имею ввиду. Вот. Итак, помогите в сложившейся ситуации. Опять же, что значит помогите? Мы можем помочь только вам, и можем помочь вам разобраться со себя. Спившим мужем в развод. Ребенку четыре года. Ну, первое. Как вы перечислили в развод? И перечили ли вы вообще его? Вот. Это очень важный момент, вот. Потому что если вы развод своим мужем, например, не смогли пережить, вот, то это может влиять. Влиять в том числе на то, как, вот, ну, вы воспринимаете развод, как вы воспринимаете своего мужа сейчас, ну, вот, на данный момент и так далее. Это очень важно, очень важно это понимать, вам отдавать себе отчет. Дальше. Он не принимал участия в жизни. Ребенка, кромянника, минимальных алиментов, огромные задержки. Угу. Ну. Неприятные задержки. Неприятные задержки. Угу. Неприятные задержки. Угу. 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 Нельзя настроить ребенка. Вообще нельзя настроить кого-либо против кого-либо, если есть искренность в отношениях. Понимаете, это какая штука. То есть, ну, нельзя настроить кого-либо против кого-либо. Вот. Другое дело, если есть какие-то подводные ганы. Другое дело, если есть какие-то подводные ганы, если есть какие-то проблемы, если есть какие-то домовки, если есть какие-то шероховатости, да. Вот тогда, тогда в таком случае настроить можно. Потому что всего это нужно. Нужно на это делать убор. Не компенсировать то, чего не хватает. Не хватает в отношениях. Понимаете, какая штука. Вот. Вы же, на мой взгляд, сейчас хотите, хотите, хотите оставить свои отношения с ребенком. Ну, с прежними. Да. То есть, вот. Ну, словно говоря, так как будто, ну, не знаю, как будто не было ничего. Вот. И просто, чтобы она ничего общалась в память. Например. Например. Это немножко так не работа. Немножко. Работа это тоже немножко по-другому. Дальше. Так, фразами мама не хочет у меня долго была. А мама не хочет? Ну, насколько прав мужчина? Мама не хочет? Может быть он прав? Так, если он прав, тогда... Вы извините, но если он прав, чему удивляться, тогда... Если он прав, я не знаю. Вот, ну, как бы... Несколько вот... Несколько вот, предупреждая вас о вашу волну, вашу волну, вашу волну реакцию, я не знаю. Но, правда, мужчина говорит, что мама не хочет, чтобы ты была долго. Так, вы... Скажите, а прав или нет? Мужчина прав. Вот. Может быть, вы... Может быть, вы никак... Не знаю. Не можете признать, что... Что вам... Ну, на самом... На самом деле... Не хочется, чтобы ребенок был с... 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 Вот. То есть, вот, там, где вы сами с собой не честны, там, где вы сами с собой не честны, там появляются возможности. Там, у людей, других, практически всегда, появляются возможности, как-то этим спекулировать. Причем, не обязательно, даже, эта спекуляция какая-то вот... Такая, целенаправленная, да, совсем не обязательно. Эта спекуляция, может быть, абсолютно, ну, как бы, сказать, добросовестна, да. Э... Ну... Вот. На мой взгляд, я бы вот вашу позицию здесь послушал. Я бы хотел послушать вашу позицию. Насколько прав, условно, мужчина, когда говорит, что вы не хотите, чтобы дождь была с ним. Дальше мы идем. Так, руберик просто безумает папа. Неправильно, папа дает то, что ей не хватает. Меня представь слушать, значит, никогда я не слушал. Значит, слушала вас только, потому что, первое, либо не было выбора. Второе, либо не знала, что можно по-другому. Вот. Но, как только выбор появился, сразу слушать перестал. То есть поймите, пожалуйста, поймите, пожалуйста, что здесь не в папе, не в папе дело. Здесь больше что в вас дело. Знаете? Здесь больше дело именно в вас. В том, как вы, ну, как вы воспринимаете, воспринимаетесь, точнее, ребенком. Вот. 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 В чем здесь момент. Здесь дело все в том, что отношения с ребенком у вас оказались не совсем аутентичными, не совсем свободными, не совсем искренними. Ну, к сожалению, к сожалению, вот, и, как бы, в этом все дело, в этом все дело, вот. А вы, ну, хотите, ну, условно говоря, убрав отца, да, с, ну, с периферии, вот, вы хотите решить эту проблему. Нет. 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 Еще раз. Нет. Проблем, проблему это не решать. Это иллюзия. Дальше. Живет в ожидании встречи, говорит, что хочет жить в папе. Это естественно. Никак мне объяснить ребенку маленькому что-то не такие как. Никак. Никак. А ведь я, наверное, растилась, мило, лечила, ночами не спала. А сейчас она после этого к вам привязана получается. Теперь папа скупает их подорками и хочет к госеньку приманить себе. Ребенок здесь воспринимается вами как аргумент, как мне разговаривать с ребенком. Никак. Никак. В четыре года ребенок не понимает о тех вещах, о которых вы говорите. И ему кажется, что то, что вы для него сделали, это абсолютно нормально. То есть как бы она вам ничего не должна. Мне, честно говоря, кажется так, что она вам ничего не должна. Вот. Но я также понимаю, что у вас вероятность всего есть ряд ваших особенностей, которые делают возможную вот такую реакцию и такую, ну, такую модель поведения вашего. И мне кажется, что занятие психолога, занятие психотерапевта заключается в том, чтобы помочь вам стать более гармоничным и демонстрировать то, какая вы ребенку. Вот. И уже смотреть на, ну, условно, условно там, на обратную связь, да, которая, которая вот, ну, будет, вот, в ответ. Вот. Примерно так, я думаю, можно вам ответить на вопрос. Дальше. Как сформировать в нее? Правильно восприятие ситуации? Правильно это какое? Это какое? Значит, подскажите, пожалуйста. Не подскажем, не подскажем. Почему не подскажем? Не подскажем, потому что разговаривать с ребенком нужно вооборот. А, не знаю, разговаривать с ребенком желательно, эмоционально, скажем. Вот. Не так вот из Сирии, что там, не знаю, правильно, что неправильно, да? Вот. А, именно, вот, разговаривать с ребенком нужно эмоционально, чувствовать. Вот. А, вы, пока что, как мне кажется, вы не знаете, что вы чувствуете. И, соответственно, разговоры с ребенком у вас, на мой взгляд, не получится. Пока. Пока вы не будете четко осознавать для себя. Ну, для себя. Пока вы не будете для себя четко осознавать. Что вы чувствуете. Что вы ощущаете. Что вам хочется. Вот. А, в чем, в чем, в чем, в чем вы нужда... ну, нуждает. Вот. И так далее. Вот. Понимаете, какая штука. Вот. Это, ну, примерно, примерно, то, что я могу вам сказать. Я понимаю, что вам это, ну, скорее всего, неприятно слышать. Вот. Но, лучше, 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 луч, если, если ээээээ вы будете знать, ээээээ. «Как обстоять дела?» Вот. И лучше, если бы вы даже не соглашались со мной, даже не соглашались со мной, а, значит, по крайней мере, получите это в своё восприятие, восприятие мира. Я хотя бы буду уверен, что вы, ну, может быть, над чем-то задумаетесь. Такая вот история. Дальше. Я много времени проводил с рыбаками на деревьях, но это нужно смотреть, как именно вы проводите время с рыбаками с рыбаками, развлекаемся, гуляем, это немножко, немножко не то. Точнее, не только это. Мы можем договаривать бесполезно делать по-своему. Это нормально. Это нормально, что он делает по-своему. Это его право. Я думаю, что Иван не мешал бы поучиться делать по-своему. Ну, в хорошем мысли это слово. Хоро... Хорошим. Именно в хорошем мысли это слово. Вот. Ну, мне так кажется, как кажется. Вот. Потому что сейчас, по моим ощущениям, вы не делаете по-своему. По наношениям, вы действуете, ну, вот, в какой-то степени, в обход себя. И вредите. Вредит это, конечно, не только вам, да, но и ребенку. Это нормально. Вот. Вредите, вообще-то, наиболее уязвимая фигура в этом. Н covet. Ну, потому что... Ау-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Детям а-а... Ну, детям... Детям а-а-детям а-а-а-а-а-с труднее, и-и-и-у-и-и-и- façon-с-с-у-а-с , сладнее. Вот. Всегда. А-а-а-rast ... т- тоже. А- телефон можно такое хоть иц-у-странее ты. Детям и сильно, или, и-о-о-а- dome сидит. Т- поэтому... Это нормально. Опять же, такой вопрос, который у меня к вам, да, есть, это такое, ну, готовы ли вы что-то, ну, что-то менять, да, готовы ли вы там, не знаю, по-другому к себе, ну, относиться. Если готовы, то прекрасно вам можно помочь, вот, если готов, а если нет, ну, в таком случае я боюсь, что возникает конфликт, вот, такая вот история. На этом все, в принципе, я думаю, я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, надеюсь, что вам это было интересно, вот, надеюсь, что это дало вам письмо для мышлений, вот, ну, или хотя бы. Навидят вас на какие-то мысли, вот, по крайней мере, себя старался сделать это, сделать это, вот, возможно, где-то я давил, ну, как бы, может быть, чрезмерно ощущал давление. Вот, я надеюсь, только, что вы понимаете, что я это делал не случайно, ну, не случайно это было. Вот, я надеюсь, что вы понимаете. Вот, я надеюсь, что вы понимаете, что это было сделано летом, чтобы, ну, чтобы не вискивать на определенную мысль, вот, я надеюсь, вы это понимаете. Я надеюсь, что вы понимаете. Я надеюсь, что это не отвлечет от проблемы, которые есть, ну, реально, которые есть. Вот, на этом я хотел бы закончить ответ свой. Вот, ситуация у вас, конечно, не самая простая, вот, ну, я думаю, я думаю, что ситуация вполне решаемая вообще. Вполне можно вашу ситуацию разрешить, вот, если, конечно, вы сами, ну, если вы сами на это наделены, если вы сами к этому стремитесь, ну, если вы сами этого хотите. Я хочу пожелать вам удачи, хочу пожелать вам всего самого доброго.